так машина холодная стояла короче пробуем заводить мало 8.6 вольта мало печально 14 1 всем привет заряжал аккумулятор и выяснилась проблема на что аккумулятор как бы по напряжению вроде бы заряжен то есть видно до 12 7 но одна банка сильно отстает по плотности сейчас покажу пришла идея в голову записать видео но сделать естественно и вам показать потому что информации такой как бы не нашел на момент когда искал как отдельно зарядить одну банку сейчас покажу суть проблемы почему решил заряжать вся проблема в том что очень сильно отличается плотность то есть плотность более чем нормально вот здесь мы смотрим здесь сколько получается 127 плюсовая здесь мире даже 129 всплывает здесь средняя тоже 129 то есть плотность более чем из-за этого естественно наверно вставлю кусочек момент пуска себя и вот это банка смотрим вот она как-то сильно отстает плотность всплывает или или второй поплавок 121 короче даже 119 то есть очень сильно плотность отстает из-за этого естественно наверно вставлю кусочек момент пуска сильно просаживается напряжение из-за этого аккумулятор когда стоит со временем тоже так ну не то что разряжается напряжение у него опускается до 12 и 6 то есть это банка разряжена тянет на себя так здесь плотность тоже 129 даже попытать ну 130 скорее всего потому что крайне поплавок пытается всплыть то есть одна банка портит всю картину так на здесь крайне смотрим минусовая здесь тоже не 29 но может даже 130 значит чем идея зарядить отдельно эту банку значит пытался делать этот выравнивающий заряд восстанавливающий малым током оставлял аккумулятор больше чем на 12 часов кипятился он током пол ампера перед этим заряжал его зарядным от ноутбука потому что нормального зарядного нет рассказывать подробно то как заряжать зарядным от ноутбука не буду уже есть видео здесь будет ссылка в описании будет ссылка смотрите там все рассказывал показывал значит зарядил вроде зарядился плотность поднялась вот вот эта банка зараза отстает короче в чем идея сейчас попытаюсь показать значит каждых банках каждой банке есть перемычки значит вот свинцовая пластина то есть вот там видно верхней верхней части отверстия перемычка перемычка не разного цвета данный момент потому что одни бурые одни серые то есть одна плюсовая другая минусовая то есть ведь отверстие как бы перекрыто на половину вот это перемычки значит перемычки в каждой банке соединяют пакет пластин то есть пакеты набраны то есть вот так стоят пакеты соответственно на каждый пакет своя перемычка перемычки устроены таким образом то есть показываю то есть вот так чтобы аккумулятор соединялся в одну цепь то есть это что у нас плюс минус плюс минус плюс минус ну короче идет последовательное соединение значит вот здесь перегородка вот она ее видно то есть если присмотреться вот на этот самый на пластмассе на пластике если отливка это перегородка чтобы соединение было из одной банки в другую перемычки на перегородке стоят вот так ну то есть перевернутая положено на бок буква г вот таким образом значит идея в том что добраться до вот этой перемычки не знаю значит вот там если присмотреться то есть как раз вот бурая перемычка которая видна это соединительная перемычка которая идет на эту банку чтобы зарядить вот эту банку которая отстает нужно вот это же перемычка в соседней банке нужно найти перемычки которые именно плотно прижаты к стенке и которые но они будут в этой банке в этой они соединительная перемычка то есть она прилегает плотно к перегородке это один контактный второй контакт спрятан здесь сейчас попытаюсь его показать так ну вот видно их там в глубине там вот видно одна перемычка там глубине и плохо видно на камеру но она там есть такая же только темная перемычка значит нужно получается вот эта перемычка вот если посмотреть туда глубь она точно также уходит с этой стороны то есть она будет где-то здесь перемычка переходить на следующую банку да вот сейчас хорошо видно перемычка она не касается стенки то есть вот с этой стороны она не прилегает к стенке с этой стороны вот она видно идет вверх и вот она вверху уходит с нас линей с этой банк значит нужно вот это перемычка и вот эта перемычка то есть идея какая опустить уровень электролита соседних банков ну то есть просто отобрать электролит можно было коснуться перемычки то есть идея на так это не то вот она то перемычка наша сбора и и плохо видно но она там короче вот эта перемычка она стоит вот здесь а с этой стороны перемычка да вот с этой стороны перемычка в этой банке она с этой стороны то есть ее лучше видно значит нужно отобрать электролит чтобы можно было коснуться этой перемычки проводником в этой банке и в соседней банке значит в этой банке придется отобрать наверное уровень повыше потому что пытаюсь объяснить значит так вот она хороший будет пример вот так устроена перемычки то есть они лежат вот таким образом соединяет пластины и на перегородке то есть вот здесь через перегородку идет соединение значит с этой стороны где легче добраться нужно опустить уровень до того момента пока появится верхушка то есть сильно много уровень отбирать кислоты не надо электролит только верхушка чтобы коснуться а здесь желательно отобрать уровень чтобы из кислоты вылезла плоская часть горизонтально под перемычкой все равно еще до пластин там есть какое-то расстояние то есть можно не бояться и те банки в которых будет отобран электролит с ними ничего не будет происходить то есть они не будут заряжаться эти банки будут заряжаться вот эта банка а перемычки мы ищем соседние банки то есть подбираемся к этой банки заряжаемая через две соседи самый простой легкий вариант конечно это если у кого-то такая ситуация что отстают банки которая с клеммами там ситуация гораздо легче и проще потому что есть уже одна клемма вот есть вторая соседняя банка в которой хорошо видно перемычку ну вот там ну вот видно то есть вот одна клемма готова и вторая там перемычка и перемычка выныривает вот ее хорошо видно то есть если допустим нужно вот эту банку зарядить клеммную нужно в соседней добраться и вот то есть один полюс кидаем на перемычку второй на клемму и все заряжаем отдельно эту банку точно также с этой стороны то есть один полюс сюда второй на перемычку в соседней банке и заряжаем эту банку вот в моей ситуации короче не очень в общем надеюсь суть понятно объяснил то есть вот сейчас видно перемычка она получается стоит вот так то есть мне нужно в этой банке уровень опустить вот так чуть-чуть а в этой банке уровень надо будет опустить сильнее аж до горизонта чтоб выбралась и дальше добраться до контактов лучше всего использовать припой потому что припой на основе свинца и олова то есть никакую не медь не стали ничего потому что это все будет вступать в реакцию понятно если отобрать кислоту то уровень понизится давайте сейчас наверно прям при вас начну отбирать показывать что получается сколько надо отобрать этой вот ее видно и видно легче вот верхушкой как раз сейчас хорошо видно то есть на добром отобрать меньше а вот в этой которая перемычка вот здесь надо отобрать больше значит сейчас подготовил чистую тару такую вымыл чисто насухо и сполоснул сначала фильтрованной водой потом дистиллированной водой чтобы не оставалось никаких там следов не дай боже значит что надо отобрать кислоты так что появилась там появилась верхушка перемычки всякий случай у меня есть шприц если не будет доставать или он это похоже уже начинает не доставать максимально аккуратно естественно так смотрим что там сейчас перемычка или нет до перемычка уже появилась выглянула из кислоты электролита нужно отобрать еще попробовать берем это не достает сейчас буду убирать шприцом то же самое шприц промыл то есть на трубку не смотрите это дистиллирована дистиллированная вода шприц по сравнению с водой гораздо тяжелее ну понятно и делающим плотность естественно выше смотрим еще раз да вот уже перемычка видно хорошо она вылезла из воды но не из воды из электролита вот она появилась короче мне неудобно сейчас отберу со второй стороны с и в этой банке там отобрать надо гораздо больше опустить уровень электролита сильнее потому что нужно подобраться глядя часть перемычки получилось замеряем напряжение на этой банке времени прошло кучу значит отобрал такой объем кислоты не знаю сколько тут миллилитров пятьдесят с этой банки шопалить контакт который в глубине ну вот его видно хорошо вот то есть но вот этот левый угол короче вот сюда на левый угол это будет один контакт пытался фотографировать на фотоаппарат ничего не получается так здесь получилось показать с этой стороны так тоже потом отобрал больше кислоты выпустилась ниже уровня этого самого перемычки в общем видите это будет другой контакт теперь значит проблема определить полярность значит все прекрасно знаете 6 банок каждая отдельная банка это двухвольтовый элемент соединенный последовательно при последовательном соединении то есть минус соединяется с плюсом минус плюс минус плюс и так далее проверяем значит это минусовая клемма минус значит в этой банке плюс плюс соединяется с минусом здесь минус потом плюс плюс соединяется с минусом значит это будет минус то есть вот этот контакт куда я буду вставлять вот эту шину тоже при пользу тонкий припой убрал потому что неудобно гнется нужно жесткий припой значит вставляю туда . попасть так попал значит это будет минус минус плюс минус плюс минус минус значит это минус то есть вот это минусовая минус плюс минус минус значит это плюс то есть вот эта пирамичка плюс банки это перемычка минус банки проверяем так вставляю значит напряжение на холостом ходу на этой банке которую пытаюсь зарядить померять очень сложно потому что бегает все через кислоту лампочка загорается значит сейчас проверим так напряжение на аккумуляторе за того что вставляю и вот она начинает короче рукой берусь показывает 12 69 руку убираю 12 и 3 если этот самый вынуть напряжение возвращается короче вольтметр сходит с ума в общем что тут за процессы происходят с этими этими самыми посторонние так сказать электродами короче аккумулятор сходит с ума вольтметр то же самое но сейчас попробую показать вам напряжение на банке особо ничего такого сверхъестественного значит это должен быть минус это плюс проверяем ну вот видите показывает сколько там 3 2 вольта показывать наши чертишу значит сейчас слабую лампочку возьму проверить показывать чертишу потому что кругом банки кислота и она там ходит бродит так как ему нравится смотрим лампочка лампочка 12 вольтовая слабомощная поймал контакт контакт естественно внутри тяжело поймать поэтому поймала самое яркое свечение лампочки короче не знаю вспышка засвечивает на лампочка светится если шевелю там потому что перемычка все в налете в общем если поймать то видно что светится выключил вспышку ну видно что лампочка светится еле-еле светится вот если шевелю где контакт появляется там как бы с перемычкой то начинает светиться ярче короче поймать контакт целое дело короче поймал самый лучший контакт значит вот такое крошечное зарядное какое-то непонятное для телефона он выдает на холостом ходу около 7 вольт короче 7 7 вольт максимальный ток я уже мерял там 1,3 амперы получается может выдавать а ну сейчас это вот через лампочку кстати пустил лампочка видно светится это плохо видно но светится ну то есть ограничивает ток с лампочкой если она загорается около 900 миллиампер ну до ампера пробую надевать посмотрим какой ток сейчас включим на этот самый амперы измерения ну естественно плюс на плюс минус на минус но через лампочку а черный у меня минус это пошел на лампочку то есть плюс напрямую вот он с красного плюс напрямую минус минус через лампочку на минус так ну смотрим что будет показывать ну вот 600 миллиампер ну ток маленький поэтому лампочка даже не загорается сейчас посмотрим напряжение получается на этой банке 3,9 вольт смотри много конечно но оставлю так потому что плотность у нее я уже показывал плотность низкая 1,19 то есть если бы она была закорочена то плотность бы была вообще 0 она бы уже разрядилась но поскольку она не разряжается возможно она сильнее всех засульфатирована эта банка ну в общем посмотрим что получится оставляю на какое-то время потом проверим ток слабый ничего не произойдет значит единственный нюанс если будете так делать чтобы не было никаких вибраций ни домашних животных ни детей никого ничего чтобы никто не шутохнул не шутохнулись электроды чтобы не упали не горотнули не замкнули банки живые потому что заряд идет через живую на плохую будет прошиво конечно если самое главное выбрать кислоту чтобы не плавало аккуратно ставить поймать наилучшее место контакта и пытаться заряжать там видел видео народ дырки режет пилит аккумулятор но я не стал этого делать напряжение 12,6 на аккумуляторе общее если банка будет заряжаться по идее общее напряжение должно подрасти отобрал специально кислоту потому что когда вставляю что-то сходит с ума ладно дальше будем посмотреть идут вторые сутки мучений в попытках зарядить отдельно банку значит первые сутки прошли бесполезно то что я вам показывал там в начале напряжения на банке которое было и там если перемотаете назад там было напряжение на банке 4 вольта то это было неправильно потому что оказалось значит сейчас смотрим напряжение на банке 2,17 так вот значит то напряжение которое я вам показывал напряжение сейчас на аккумуляторе 12,73 ну неважно короче выяснилось что первые оставил значит заряжаться на ночь надеюсь информация кому-то пригодится значит как видите электроды поменял местами значит этот электрод у меня у него конец ну такой вот грубо говоря тупой который там внутри на этом электроде ну это как этот самый кусок припоя вот так коснулся будет нагреть или нет горит значит лампочку вставил как контрольку и сначала подавал питание напрямую вернее через лампочку вот потом начал подавать напрямую значит суть в чем из-за того что там внутри вот я вам показывал перемычку которая идет с банки на банку одна перемычка видели серая вторая такая с бурым налетом короче был плохой контакт и получается всю ночь энергия уходила энергия блочка питания уходила на то чтоб нагревать припой и короче там шел какой-то там я не знаю процесс в месте контакта припоя с перемычкой в итоге поменял местами не хочу сейчас ничего трогать потому что все настроено чтоб был хороший контакт поменял местами потому что этот у него заостренный конец после откусывания плоскогубцами такое как зубило значит этим зубилом до ковырялся и до ковырялся что был хороший контакт и контакт нужно проверять мощной лампочкой значит лампочка с дальнего света но просто взял вот так удобно значит она сейчас должна загореться именно от одной банки если контакт хороший дома как раз не загорается значит это говорит о том что контакт нарушился контакт нужно ловить именно загорелась загоралась мощная лампочка данном случае вот эта галогенка пошла гореть видно он то есть контакт появился значит в момент когда касается такая мощная лампочка вместе соединения проводников возникает микроскопическая точечная сварка там внутри так на контакт сбил лампочка сейчас горит при вас коснулся а четвыну покажу вот этот кончик который вставляется туда то есть видео не такой как бы острый край из-за плохого контакта когда стоял вот этот у него конец там покрылся но тоже то ли сульфатом то ли чем в общем не знаю видно он там или нет короче видно в общем нужно теперь попасть и поймать контакт таким чтоб там между припоем и соединительной перемычкой был хороший контакт если контакта не будет то зарядка не будет вся энергия будет уходить на соединение на какую-то там химическую реакцию электрохимическую что у меня в первую ночь и произошло контакт я ловил с помощью галогенки сейчас наверное это попробую сделать при вас то есть нужно поймать такое положение контакта чтобы галогенка засветилась от одной банки если она засветится от одной банки вот это и будет хороший контакт пробуем вот видите загорелась галогенка и теперь нужно в этом положении зафиксировать но и вот к сожалению коснулся то есть было хорошо случайно коснулся припоя электрода буду его называть так и из-за этого контакт нарушился но зарядка шла то что она шла я вам сейчас покажу в плане как изменилась плотность ладно не буду тянуть время сейчас настрою потом продолжу покажу плотность вот поймал контакт галогенка горит то есть она сейчас светится от напряжения одной банки напряжение 2 вольт но поскольку банка мощная то она естественно выдает топ для того чтобы зажечь галогенку нужно поймать такой контакт чтобы зажигалась мощная лампа в данном случае галогенка если она не зажигается то значит контакт паршивой зарядки не будет в общем но это так на всякий случай может быть кому-то кто также будет пытаться заряжать отдельную одну банку информация возможно пригодится значит вот эту лампочку стал как индикатор то есть если лампочка зажигается в пол накала в процессе зарядки значит зарядка идет но я пускаю напрямую то есть мимо лампочки чтоб ток был побольше чтоб процесс зарядки лучше шел давайте попробую покажу вам плотность которая получается то есть по крайней мере видно что мучаюсь я не зря скажем так так было 1.19 смотрим видите всплывает два поплавка то есть плотность 1.21 всплывает уверенно значит плотность потихонечку растет значит процесс зарядки идет конечно что происходит с этой банкой почему она так плохо заряжается я если честно не совсем понимаю физику процесса кто лучше понимает напишите в комментариях возможно кто-то сталкивался с подобной ситуации из-за чего так происходит почему банка не берет заряд вернее берет но очень плохо очень слабо ну видите то есть 1.21 второй поплавок это 1.21 но поскольку в остальных бланках 1.27 1.30 то заряжаться еще и заряжаться но опять же поскольку у меня нет нормального зарядного но с другой стороны и хорошо поскольку маленький блочок питания не даст большой ток то есть малым током заряжать лучше чем кипятить большим так скажем вот ну в общем процесс потихоньку идет значит как я проверяю убираю напрямую и смотрю если лампочка начинает тлеть так сказать ну вот не знаю камера видит или не видит надеюсь что видит в общем видно что лампочка тлеет потихонечку ну и еще одна проверка то есть можно опять же подсоединить галагенку убедиться что она светится то есть контакт хороший то есть вот видно она зажигается галагенка значит контакт хороший то есть мощности дочка питания от видео не дали там глазок тухнет у него ни в коем случае не хватит ее зажечь ни при каких условиях потому что блочок очень слабый четвертый день учений попытках зарядить банку значит концепцию немножко поменял сейчас попытаюсь вам подробнее объяснить что к чему короче вспомнил что у меня есть компьютерный блок питания значит у блока питания кто не знает две линии желтые провода это плюс 12 вольт черная это минус красная провода это плюс 5 вольт на вот этой большой колодке есть еще вот эти оранжевые это 3 3 десятых вольта ну так подумал подумал значит посмотрел на этот самый наклейку которая наклеена на самом блоке сейчас попытаюсь вам показать чтобы ничего тут не грохну короче потом поставите на паузу почитаете кому интересно значит по линии плюс 5 вольт может выдавать 20 ампер ну и так далее такой короче какой-то был ужный старый компьютерный блок питания слабенький там на 250 по моему ватт или на 300 максимум значит вот эту лампочку маленькую подсоединил на плюс 12 вольт но как пишут в интернете чтобы была хоть какая-то нагрузка на линию плюс 12 вольт потому что иначе будет перекос могут повылетать ключи то есть линия 5 вольт сейчас перегружена вот она другой линии получается ничего нет значит подключал в итоге зарядку через галогенку через обе нити сейчас попытаюсь вам показать значит вот вставляю проводок так видно да вот видно светятся обе нити значит ток в таком режиме то есть это как как это балластное сопротивление сейчас попытаюсь показать вам какой топ сейчас идет в таком режиме так смотрим пошло пошло короче около 3 ампер ну плюс потеря на тонких проводах самого мультиметра ну ну вот три с половиной ампера вот но я сегодня целый день пытался заряжать аккумулятор напрямую то есть не через лампочку именно напрямую то есть вот такая вот конструкция странно значит ток большой в таком режиме сейчас попытаюсь тоже вам это продемонстрировать таком режиме ток около пяти ампер когда напрямую но суть в том что что-то с банка явно не то короче видео как бы я записываю да может кому-то она и пригодится так смотрим пошло пошло четыре с половиной показывает мультиметра ну сейчас вот провода у него начнут греться то есть ток 5 ампер нужно же чуть больше как бы с точки зрения номинала емкости аккумулятора это не предел потому что аккумулятор 60 к задуман как 60 то есть может быть и 6 ампером нужно выдерживать вот но смысл в том что провода греются то есть я потом чтоб нитки здесь несколько выходов то есть вот один выход он идет на эту лампочку и на минус вторая линия выход но в компьютере она там все распределяется то есть вот этот большой разъем это идет на материнскую плату вот этот разъем тоже идет на материнскую плату это отдельно по моему питание процессора в общем если отдельная линию запитывать то греются значит кто не знает еще как включать делал видео с этой стороны оставлю ссылку в описании подсказках как включать компьютерный блок питания без компьютера там все подробно рассказывал кто не знает смотрите короче аккумулятор греется поэтому поставил его в тазик с водой потому что вот эта банка реально теплая градусника нету померить нечем температуру как уже контакт настраивать показывал сейчас попытаюсь показать так сказать что удалось добиться ну короче как видите плотность поднялась 125 вроде бы как то есть 127 не дошло вот 125 но самый прикол в чем короче скорее всего как это не печально но моей ситуации наверно с этим аккумулятором и с этой банкой что-то не то дата вот видите то есть аккумулятор древний вот кстати видно пошел дымок не знаю видно короче дым от провода греется сильно сейчас буду все это дело выключать потому что это он так просто показываю когда делал то параллель сейчас не кинул параллельную нитку так в общем сейчас оставлю через лампочку потому что напрямую сильно греется так пошло через лампочку лампочка засветилась короче с учетом оставил тоже вчера игрался пришла идея запустить этот компьютерный блок питания заряжать блоком питания заряжал вчера через лампочку тоже плотность подросла до 125 оставил его на ночь чтобы он остыл утром мере опять 121 то есть плотность упала короче что-то странное то есть банка вроде бы как кипит если так посмотреть то есть кипит электролит не мутной то есть не знаю не могу вам показать ближе не хочу подносить чтоб не заляпать этот телефон ну короче камера не увидит она сейчас попробую зум сделать может а вот видно пластины видно то есть видно как он кипит то есть кого этот самый электролит не мутно ничего то есть потихоньку бульбашки идут и идут ну вроде как бы процесс идет но получается из-за того что он стоял и на утро получается вместе плотность упала значит с банкой что-то не в порядке короче не знаю что из этого получится говорят что если долго мучиться что-нибудь получится но мне если честно уже это начинает все это эпопея вот это все заголить надоедать эти танцы с будном потому что он греется то есть если бы он был нормальным уже 150 раз зарядился поскольку он так сильно греется но что самое интересное то есть банка вроде бы и не замкнута то есть она дает напряжение вроде и заряд как бы туго но пытается принимать если бы она уже отвалилась скажем так совсем был бы обрыв это понятно обрыв пластин не было бы напряжение на клеммах напряжение есть сейчас он пытаюсь продемонстрировать чтобы ничего тут не это самое не сломать ничего не коснуться ну то есть видите напряжение на клеммах есть 12 8 то есть поскольку одна банка заряжается как бы суммарное напряжение поднимается то есть обрыва нет если бы было замыкание в банке то опять же не было бы напряжение было бы 10 вольт десять с половиной и банка бы вообще не принимала заряд то есть не было никакого эффекта ну короче в общем вот такая ситуация как говорится максимальный хардкор когда нету зарядного то есть заряжать либо блоком питания либо вот таким крошечным то есть вначале заряжал вот этим крошечным этим блочком питания для каких-то мобилок да это по нему универсальный то есть не знаю камера увидит или нет там написано что на выходе 7 вольт и 800 миллиампер или 700 миллиампер ну что-то такое 700 по-моему ну в общем короче вот такой то есть начале пытался заряжать им по идее она бы этим зарядилась не только очень долго вот поэтому логика большого тока в том что если дать большой ток либо если там где-то что-то там попало между пластином или сгорит или расплавится короче и растворится но что-то как-то так вот ну самое главное что как подобраться к электродам конечно в зависимости от конструкции аккумулятора если бы эти самые заливные горловины вот здесь то есть от пробки то тоже вот к этой перемычкой уже подлезть будет нереально либо надо будет что-то там изгибать изгаляться ну короче уже маловероятно то есть оптимальный вариант если пробки расположенного так вот по центру ну соответственно если аккумулятор вообще не обслужены там понятно вообще уже никак не долезешь ну короче как то так вот если какой-то еще будет эффект что-то там получится возможно сделаю вставку да покажу ну а так короче кому было полезно вот это все жесть ставьте лайк поделитесь видео с друзьями может кому пригодится тоже это как 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 зарядить аккумулятор одну банку то есть максимально что непонятно что оно такое самое главное хорошо обездвижить провода чтоб тут если шевелиться то есть я провода приклеил бумажным скотчем малярным вроде держится даже в воде держится а вот не откисает потому что малейшее шевеление отваливается контакт контакт приходится искать и лучше всего эту лампочку которую он показывал начале дальнего света я ее разбил к сожалению лучше всего искать контакт именно мощная галогенка и сразу двумя нитями то есть когда галогенка холодная и начинаешь контачить из-за того что холодные нити у нее первоначальный пусковой ток скажем так большой то есть происходит в моменте в месте контакта то есть вот там где пытался закон тачить с этими с перемычками скажем так микроскопическая точечная сварка то есть микро вот за счет этого получается компакт ну а дальше все по схеме то есть еще раз повторю ну кто не знает ну принципе загулять это все можно то есть желтые провода это стандарт на всех блоках питания то есть желтые провода на разъемы это плюс 12 вольт красные это плюс 5 вольт черное это везде минус он общий и на вот этой большой колодке мужиком то есть я пробовал вот эти розовые провода это плюс 3 3 вольта с них можно их напрямую без ничего на ток получается полтора ампера то есть если как бы в щадящем режиме можно как бы тоже воспользоваться здесь строго напряжение 3 3 вольта потому что блок питания заточен на шута чтоб строго держать напряжение то есть у него есть обратная связь от нагрузки он пытается вытягивать напряжение ну короче вот такая вот история знаю что с этого получится в общем кому было полезно ставьте лайк делитесь ссылкой на видео с друзьями подписывайтесь на канал жмите колокольчик такая вот эпопея в общем всем спасибо что смотрели на всякий случай прощаюсь а нет значит может еще что-то добавлю пойду сливать воду выносить аккумулятор пусть стоит остывает хватит с него на сегодня дальше будем смотреть все всем спасибо всем пока приволок аккумулятор после остывания ночь стоял решил вам показать дописать кусочек только шумерил всплывал 125 ну короче то есть можно сказать что плотность не упал 125 вроде как на почти вот в общем сейчас поставлю еще раз на зарядку в надежде что получится плотность 127 но если не упала за ночь это уже результат потому что до этого плотность падала может все таки произошло чудо на территории чистый все нормально короче буду продолжать храна с вами попрощался народ сейчас объясню пытаюсь короче шестой день играю с этим всем явно с этой банкой что-то не то ну как и подозревал значит что вчера произошло заряжал заряжал большим током кипело бурлило а потом не знаю сейчас если получится показать а ну вот опять пошли пузыри в этом месте то есть вот видите короче пластина ее как бы расперла и там шуруют пузыри короче вот там скорее всего замыкания значит вчера после зарядки когда снял ток банка начала шуметь как чайник который собирается закипеть в этом месте где сейчас идут пузырьки тоже шла такая тоненькая струйка пузырьков ну думаю шо пусть будет как будет вытащил банку вернее аккумулятор на балкон там прохладно сейчас уже восемь вот и оставил на ночь ну и в итоге плотность упала практически так сказать в ноль сейчас попытаюсь вам это показать в общем видите что даже ничего не всплывает даже не пытается может там что-то осталось но что самое интересное напряжение на аккумуляторе 12 и 5 уже больше 20 стоит на зарядке вот то есть банка окончательно так сказать не умерла она еще сопротивляется но скорее всего что что-то там не то вот то есть явно какое-то замыкание получается что вчера когда она была заряжена начала кипеть то есть та перемычка которая попала между пластин это перемычка начала ну как и сейчас только сейчас как бы площадь пузырькова пошире а вчера была такая тоненькая полосочка прямо именно в одном месте вот именно там но скорее всего что-то это за начину то что то нашурует и ну там распорла пластину в общем что-то там она кипятилась короче ну почему он будет продолжает выдавать ток и эта банка тоже продолжает выдавать только то хотя плотность упала и напряжение осталось как ее подкорачивает но не до конца и закоротила и короче что-то странно еще не знаю что с этого все получится но посмотрим сейчас еще лучше посмотрю по разглядываю там камера не совсем хорошо это показывают провода греются провода горячие ток шаширует хороший оставленная через лампочку ну короче если банку замкнул это уже скорее всего есть конечно мысль сделать такую это вылить вырезать из бутылки полоску этого из пластиковой бутылки полоску и пошарудить там ну а шо если уже ему хана то уже то будет совсем хана ну короче пока так оставленный маленький ток возможным через одну нитку еще меньше то попробую посмотрю короче как-то странно когда остывает а вроде как оживает хрен пойми но скорее всего если отдельно 1 1 банка отдельно если отстала то скорее все этой банки хана ну собственно как бы всему аккумулятор ну короче опять же все с водой но шо сколько вот октябрь как раз возможно это день рождения аккумулятора то есть ему семь лет 291 день как я считал это какие-то то ли 10 до 20 числа октября маркируется день и вот изготовление дальше у индивидуальный номер любит этого аккумулятора все равно учитывая что 7 лет аккумулятору это конечно на моей практике это рекорд до этого ездим на всяких там мутлах истах те вообще мутла это как три с половиной года это все это готов бабки то есть после трех лет надо собирать деньги приходишь на утром и все ни с того ни с сего и ста тоже самое примерно то есть это на моей практике это рекордсмен то есть омега ну в общем как-то так и в